Доброе утро, дорогие телезрители! Мы начинаем утреннюю программу «Салем Семей». Как и всегда проведем с вами три часа, два из которых побеседуем с гостями на интереснейшую тему. И третий час по традиции наша телевикторина. Сонымен, алдымен, бағдалымамыз бүгін күнгарнулған ауарай мәліметіне мастасық. Сонымен, алдымен, бағдалымыз бүгін күнгарнула. 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 Сонымен, алдымен, 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 алдымен, бағдалымыз бүгін күнгарна. Сонымен, алдымен, бағдалымыз бүгін күнгарна. Вообще это финальная часть большого проекта Болгария, Казахстан, Россия. Мы съездили на международный конкурс «Розы Казахстана» в Астане. Там заняли гран-при большой и нас пригласили на финальный этап, который проходит в курортном городе обзор по городе Болгария. Замечательно. Девочки, ну расскажите, как впечатление, с чем вы поехали-то, представляете, вы же от города, от страны, какой танец был, какое выступление? В общем, наш коллектив привез 14 танцев. Вот мы, наша старшая группа, мы выступали с шестью танцами. И в каких направлениях были жанры? Разные народные танцы, современные эстрадные. То есть, в разных сторонах, в разных сторонах. Какие часы были у меня в шоу танцы? В любом случае, у меня есть 5-6 лет, 8 лет. Я у меня 11 лет. 11 лет? Да. Какие часы были? 7 или 1-й класс. 7-й классы были? 1-й классы были. Да, 6-й классы были. 2-й классы были. В этом году мы в Басхах и в Кашкенте. Мы в Санкт-Петербурге, в Кашкенте. Мы в группе были очень много. Здорово. Ну вот самый большой гран-при. Девочки привезли из Болгарии. Гордость очень большая. И студии, и родителям, и городу сейчас покажут крупно нам розы. Обзоры, гран-при замечательные. Это достижение. Сколько человек было в группе? Коллектив, делегация. Поехали 47 человек. А детей выступало 32. Три возрастные группы. И родители. Родители обязательно. Группа нашей поддержки. А вообще сколько времени дается на такой большой конкурс подготовки? Все-таки другая сторона. Мы готовились больше года. У нас был в ноябре прошлого года конкурс. И с ноября месяца, считайте, до июня мы тренировались. А кто занимается постановками танцев? Наш руководитель. Вы сами руководители ведете свои танцы. Замечательно вообще. Это в Балгарии. Да, это фотография. Да, это вообще фотография. Это фотография. Это фотография. Да, это фотография. Мы сейчас видим. Вот такой диплом отдельный, да? Это общий. Да, там специальные награды выдавали еще. Кроме того, манго вот образцовое студии спортивного танца. Помимо конкурса танцевального, там проводились разнообразные конкурсы аниматорского значения. Мы готовились к этим конкурсам еще заранее. Проводились интернет конкурсы. Лучшая фотография, лучшие интернет конкурсы, ролик интернет конкурс был, где мы все, всей командой, весь город болел за нас, голосовали. Там не только город наш, весь Казахстан, даже Россия подключилась, Эстония подключилась. Все голосовали за нас и мы заняли первое место. Мы едим внедрличном язык, чем мы идем далее. В Балгария olmasится, есть هناок много мемлекетников едого школьника? Да, в Хазкакистане и Россия были в Беларуси. В Казахстане, Россию, Беларусь, Балгария? Да, в Беларуси из Казахстана Бетуапа есть лезвне. В неч Bern audition волосовато я был. У нас была большая команда поддержки с разных стран, таких как Венгрия, Италия, Германия, Эстония, самый Болгар, Украина. У нас была очень большая поддержка, чему были очень рады. Также иностранцы некоторым тяжело выговаривают слово Казахстан. Они говорили, Казахстан, Казахстан. Все зрители скандировали, все вечера, которые проходили на сцене, все зрители скандировали, манго семей Казахстана. Они не знали, что такое семей. Пришлось им рассказывать, что это бывший Семипалатинск, это был полигон. И тогда только они, а, это Семипалатинск. Все просили у нас казахстанские флажки. У нас очень много было группы поддержки, которые с флажками. Все зрители, Бельгия, немцы, Украина, они все просили у нас флажки. И все с нашими флажками, с казахстанскими, лахали и кричали «Манго семей Казахстан». Очень приятно, что наш город теперь знают и в Европе, благодаря нашим детям, нашим выступлениям, через искусство. Не через плохое наш город знают, а именно через искусство. И мы этим гордимся, что мы наш город прославили. И вот посол Казахстана в Болгарии нам вручил такую отдельную награду. Это вот именно награда депмиссии Казахстана в Болгарии. Это очень почетное звание, все за это звание борются. И вот нам сам посол вручил вот эту вот награду. Это замечательно, это вообще достижение. Да, это достижение, вот такую награду получить. К месту города обзор очень выделили наш коллектив, что такой вот дружной командой. Мы танцевали везде, не только на сцене, мы по всему городу танцевали. Нашу форму, нашу команду все узнавали. И даже вот по городу ходишь, о, манго, семей Казахстана. Приятно, что наш город теперь прославился на всю Европу. Девочки, ну вам как вот Болгария, город, пожалуйста, как вас поменяли? Там очень гостеприимные люди. Открытые? Да, открытые. И очень честные. То есть они не воруют, не обманывают. И, не знаю, это очень, мне кажется, хорошо, что в Болгарии развито именно то, что люди такие добрые. Ну вообще, вот какие ощущения были, вот когда вот на сцене объявляли вот гран-при? И вот не ожидали вы этого же? Как прям, как вообще, я не знаю, вот стоять на сцене в другой стране, представлять свою страну и вот такой вот гран-при взять? Мы очень волновались. Да, был мандраж, было волнение, что мы представляем не только наш город, допустим, если бы мы выступали в Казахстане, то бы мы представляли свой город. А тут все страны? Да, тут на международном уровне. Конечно же, мы очень сильно волновались. Самое главное, перед выступлением надо сконцентрироваться, думать о танце, о том, как мы выступим. Ну, замечательно. Вот видно, что девочки очень дружные. А сколько вы вместе вот уже занимаетесь, учитесь вместе? Вы конкретно. А, именно наша группа? Да. Три года мы вместе. Три года мы вместе. Ну, видно, да, что уже... И через огонь не будет, по-прощение. Нет, чёрт, толс, 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 восемь, восемь. Чёрт, толс, 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 девять. А, девять. Да, девять. Да, девять. Мы вместе с темпорами, которые тоже брюки были. Да, 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 да. Может, понравились те, кто выступал, их выступления. Это нормально? Да, там коллективы тоже были сильные. Нам тоже многие их танцы понравились. Но я сама восхищаюсь балетом немножечко. С Беларусью очень сильный коллектив был Дарунак. Дарунак. Да, Дарунак. И с Россией был сильный коллектив, с городом Мирная иллюзия. Хорошие коллективы, сильные были с кем побороться. Да, конечно, это если конкуренты у тебя такие, то и ты тоже. Да, и ты сконцентрируешься. У тебя цель такая, все, победить, выиграть. Арина, вы успели помимо выступлений, репетиций, увидеть город? Да, мы в течение недели порн тренировались до конкурса. После конкурса мы отдыхали, ходили на экскурсии, смотрели город, смотрели соседние города. Да, отдыхали на море, загорали, палец. Успели. Я Харатенц. В общем, в Болгарии были две недели. Первая неделя у нас была подготовка. Мы каждый день с утра вставали на пробежку. Также мы бегали по пляжу. Было очень так атмосферно, что ты не просто где-то там в парке бегаешь, а бегаешь именно по морю. Как спортсмены-сынные. Да, спортсмены. Помню, как мы первый раз после тренировки зашли в море. Был такой кайф. Ну вот, мы неделю готовились. Потом у нас был конкурс, а еще оставалась неделя, чтобы отдохнуть. Мы ездили на экскурсию в Варну на пиратские платья. И также мы ездили в Несебр, в старый город, посмотреть историю Болгарии, достояния их. Там было очень много архитектурных сооружений, которые находятся под опекунством ЮНЕСКО. Замечательно. Но вот эти поездки, они не только дают девочкам и призы, и какие-то цели, и творческие. Но и они, да, они же еще развивают интеллектуальные детей. Они много познают, они видят это все. Это здорово. Это здорово. Мы так рады, что вот. Моя мечта была, чтобы дети посмотрели еще другие страны. Это замечательно. Кои брах петь с других раздарок, не дай. Огромное спасибо. Поздравляем вас. Ну, у вас медали такие красивые, мы видим розочки прям. По девчатке так, да? Цветочки. Поздравляем вас. Ну, у вас медали такие красивые, мы видим розочки прям. Наверное, мы видим розочки прям. Мы видим розочки прям. Вы понимаете разные стратегии? летом сезон аллилуйя одержимость пчелки дианочка и у нас сольно на выступала ну-ка расскажи как это сольно выступать еще в болгарии другой станет очень страшно как я первый раз уезжала за границу я в первый раз танцевала одна танец танцы у меня был танец полечка забавная и пчелки замечательно полечку танцевала в польше как раз таки в болгарии как раз таки привезла все-таки да вот с казахстана такой это вот ты показала то что мы с казахстане мы и другие танцы изучаем народов мира что мы в курсе да вот что вот привезли вот мы знаем вот их традиции замечательно но ты первый раз до была в рубежом и первый раз еще выступила молодец расскажи вот что ты танцевала как что-то чувствовал вообще вот выступая но все что чувствуешь на сцене не передать словами на самом деле все мы волновались допустим вот я старший группы хотя и хожу 11 лет все равно перед каждым выступлением у нас происходит волнение мы переживаем не только за нашу группу как мы выступаем мы переживаем за наших средних за наших маленьких потому что допустим даже если мы волнуемся наша группа не должна показывать это потому что младшие дети смотрят на старших и как бы когда чувствуют что там они ведут себя спокойно сдержанно они как-то тоже ведут себя также ну как вот вы к поездке в болгарию как вы подготавливались подготовка как шла к танцам своим сколько репетировали сколько оттачивали движения очень много каждую тренировку определенные танцы помимо танцев нужно было растягиваться поддерживать вообще физическое состояние все ли это дети не отдыхали работали готовились и вы только выдохнули вчера когда но это того стоило конечно стоило тут у нас а я жан была отмечена самый яркий участник конкурса ухты у нас еще одна девочка с младшей группы средства средне и вот то я жан у нас были отметим отмечена как самая яркая девушка из из казахстана да это первый раз когда ты поехал это первый раз когда ты поехал у нас многие дети поехали вообще первый раз на конкурс ну как вот вам вам понравилось что вы чувствуете финансы первый конкурс вы занимаетесь и вот уже в болгарию уже чувствуете что какой-то уже результат у вас есть что вот это все не зря я вообще хожу и занимаюсь да конечно это можно сказать финишная прямая самый высокий пик это только начало быть до выступить на международном конкурсе такого уровня это большое достижение для нас для нашей группы представлять казахстан в первую очередь финишная прямая данного для себя о себе говорит на что она закончила 11 класса поступила в университет и теперь выезжают в другую в астану нур-султан и поэтому я танцами наверное не бросил будешь заниматься конечно будет продолжать ну для маленьких это начало это наоборот старт да у них большой хороших тем более какие планы на будущее вот планы большие планы разнообразить репертуар мы проходили мастер-классы которые давали члены жюри по народным танцам и вот теперь очень много планов на новый репертуар на новые танцы и новые конкурсы и новые достижения поезда конечно у нас не очень много получается из-за финансовой поддержки поддерживает нас только родители благодарности большую нашим родителям папам мамам что у него так вот детей поддерживать не все равно они занимаются своими детьми конечно да 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 я вообще уважаю таких родителей которые занимаются детьми и вот то будущее поддержка у нас была только от родителей и огромное спасибо огромное спасибо родители тоже съездили мной некоторые мамы съездили были в восторге теперь у них есть тему дальше детей ввести тренировать мы думаем что поездок будет много надеемся наград победу девочек будет много будут уже знать уже когда будут приезжать о казахстан манго да теперь даже когда выезжали многие зрители спрашивают а вы на следующий год приедете мы обязательно там зрители приезжают специально то время выбирают когда приезжают посмотреть на эти конкурсы а и когда мы уезжали у нас спрашивали а на следующий год в какой сезон вы приедете там три сезона могут обязательно приедем на манго посмотреть у нас уже есть приглашение на следующий год и вот у нас ждут там прям с нетерпением болгария очень что болта все найти казахстан не месяц ты сказала да что это не казахстан не похожи почему вот чем не похожи он да а там дороги цены добрый титул нет я могу сказать что это дейстериолар лог Scott мобой государь それ А как родственники, родители как отнеслись, вот что, вот к гран-при, узнали, назвонили уже там бабушкам, дедушкам. Мы даже не успели позвонить, и мы только пришли с конкурса, и уже все нам звонят, поздравляют, все, конечно, очень рады. Родители говорят, что это вообще такая гордость, то, что их дети участвовали в таком конкурсе, еще выиграли. Для нас это вообще бесценный опыт. Разница во времени была, и когда у нас проходил гал-концерт и награждение, все, ну, здесь семей ждали. Он говорит, да спите уже, у нас еще рано, никто не спал, время 12 часов ночи, первый час ночи, и все ждали результата. И вот все, у которых группа поддержки осталась в семье, все ждали, не спали. Замечательно. Большая радость, это огромная, что наши дети, вот как участвуют. Какие будут пожелания телезрителям? Занимайтесь всегда дополнительными секциями, не обязательно танцами, развивайте себя духовно. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, потому что наш мир велик. Можна познать разные, с разных сторон, разные виды искусства. Молодец. Ханда, Гюльцая, ханда, ты лень звык? Кышкентай баловар, кышкентай кезы нем бастап. Нешет түрлі сондай, нелерге катсып отырғандарын калайм. Можна побуз. Кэтер Юж Хана, у меня был желание, чтобы все люди были такие же развитые, как мы, чтобы ездили по всяким конкурсам, не только по танцам. Чтобы все были молодцы. Очень молодец. Я, конечно, хотела пожелать всем подросткам, детям, чтобы вы были всегда здоровы, счастливы, занимались спортом, танцами. Приходите к нам в студию. Мы не обещаем, что вы сразу станете чемпионами. Для этого надо очень много работать. Занимайтесь искусством. Мы постараемся, чтобы у вас было все благополучно, чтобы были дети здоровые, такие красивые, с осаночками и достигали. Конечно, это не легкий труд, но приходите все равно к нам. Спасибо огромное. Прогноз погоды на 2 августа. В Карауле солнечное днем плюс 34, ночью плюс 21 градус. В Абрелло малооблачное днем 32, ночью 20 градусов тепла. В Пескарагае погода ясная днем 32, ночью 19 градусов со знаком «плюс». В Бородолихе солнечное днем плюс 34, ночью плюс 20. В Колбатоле погода ясная днем плюс 31, ночью плюс 18. В Кукпекте солнечное днем 35, ночью 20 градусов со знаком «плюс». В Урджаре солнечное днем 34, ночью 21 градус тепла. В Аксуате погода ясная, днём плюс 35, ночью плюс 21. В Аягузе ясная, днём 33, ночью 18 градусов тепла. В Хурчатове ясная, днём плюс 32, ночью плюс 20. В Исковногорске солнечная, днём синоптики обещают плюс 33, ночью плюс 18 градусов. В Семее погода ясная, днём плюс 36, ночью плюс 20. В Семее погода ясная, днём плюс 36, ночью плюс 20. В 1610 жылы Тенгес Айхачысы Гудзон, солтүстік жоумен тұнық мұхидына шыққанына сейінді бұл Гудзон шығана ғынашты. В 1954 жылы белгеленші Қазақсары республикасын ембек сынерген әрсі Мадина Иралиева адын егелді. В 1995 жылы Мұссар Астанас Каирды Абай Құнанбайықтың туғаныны 150 жыл толуын арнылған салттанатты кешетті. Год 2005-й в Павлодаре состоялась презентация книги об истории Баянаульского района. Ее написали молодые ученые Карагандинского государственного университета Махсат Абсбес, Ернар Кейси, Елеман Касен и Тимиргаля Аршебек. В 2010-й год в двух крупных городах Восточного Казахстана, Ускаменогорске и Семей стартовала областная социальная акция «Семья без насилия». Она направлена на углубление взаимодействия всех государственных и общественных структур во имя искорения социального зла. Но прежде всего призвана проинформировать население о возможных формах помощи в случаях проявления бытового насилия. В 2016-м году в Астане известному спортсмену, самому титулованному полковнику полиции, капитану сборной команды МВД Серику Нургалиеву, вручена медаль за продвижение идей полицейского братства в Казахстане. Сегодня у нас в гостях Жадара Адикова, солистка группы «Кирбес» и молодая начинающая певица Хадиша Утимисова. Вы, получается, как наставник ее. Доброе утро. Сегодня говорим о молодом поколении, о развивающемся молодом поколении. В первом часу мы говорили о танцах, о наших талантливых танцовщицах. Вот сейчас будем говорить о вокальной стороне, как вот развивается в городе это творчество. Пение, вокал. — Здравствуйте, солнечные дни, 3 тыс. Музыка помогает жить. В этом году в Казахстане очень важны дни. Дни, как у детей, улыбки, 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 улыбки. И в этот момент, в последнее время, в последнее время, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...